Манифестом реформы назвал бывший посол Китая в Казахстане посланием президента Касамжумарта Тукаева. Яо Пэйшен отметил, что документ детализированный и одновременно масштабный. По содержанию эксперт выделил 16 ключевых моментов. По его словам, половина из них посвящена вопросам благосостояния народа. Здесь политик провел аналогию с Китаем. В последнем пятилетнем плане социально-экономического развития Китая основные цели и задачи также посвящены повышению уровня жизни людей, обеспечению большей справедливости и уменьшению разрыва между богатыми и бедными. Яо Пэйшен особо отметил использование части доходов Нацфонда Казахстана в пользу детей. Для развития государства прошлые проблемы не так страшны. Все, что нужно, это как можно скорее преодолеть доставшиеся в наследство проблемы, включая вопросы борьбы с коррупцией и повышения эффективности структуры и функции власти. К примеру, предложение децентрализировать управление. Китай тоже стремится к этому. Если всё сфокусировать в центре, то функционировать очень трудно. Развитие экономики требует новых механизмов. Поэтому считаю, что нынешнее послание – это манифест реформы.